Память о войне бессмертна! В губернской думе Дмитрий Дичков, Мария Шипуевна. Здравствуйте! Дмитрий, вы представляете Самарский дом молодежи. Маш, вы в городской парламенте, собственно, из молодежного парламента. Расскажите в нескольких словах, да, не знаю, кто лучше, что это за проект, виртуальный фронт он называется, кому пришла эта идея в голову и что это вообще из себя представляет? Ну давайте начну я. Вообще проект инициируен молодежным парламентом, но уже при Государственной думе, то есть в Москве, такими нашими, так сказать, старшими товарищами. Да, в каждой области есть свой парламент, ну и так далее, структура понятная, да, как, собственно, во всех, наверное, областях. И он был инициирован в Москве и, ну, собственно, реализуется в каждой области. Сам проект нацелен, не знаю, на... Наверное, скажу попроще. А несмотря на то, что, не знаю, старый профессор в университете ругается и говорит, что Википедия это плохой ресурс и не нужно там ничего смотреть и использовать, все равно первая ссылка в Гугле это статья на Википедии. Если мы хотим что-то узнать, то мы идем туда. И поэтому вот проект этот, Виртуальный фронт, нацелен на то, чтобы статьи о героях войны, каких-то сооружениях, да, построенных в то время, не знаю, боях, ситуациях, технике и так далее, и так далее, они были в общем доступе. Не приходилось идти там в архив областной библиотеки, искать среди тысячи каких-то старых бумажек, а просто кликнуть, я не знаю, в смартфоне и узнать то, что тебе интересно о своей области, о своем дедушке, прадеде и так далее. Вот как будут создаваться, как и чьими силами будут создаваться эти материалы, я так понимаю, что все равно так или иначе те, кто будут создавать эти материалы, они-то пойдут в архив, да, и будут каким-то образом перерабатывать эту информацию, чтобы ее оцифровать, да, условно, и выложить в общий доступ. Дима, это к вам, наверное, как раз, да, вопрос, кто будет этим заниматься? Ну вот сейчас как раз у нас проходит достаточно активная стадия, мы набираем волонтеров, которые будут как раз-таки сбором информации, подготовкой статей заниматься. Ну, наверное, очень важно сказать о том, что нет каких-то ограничений для волонтеров, им могут стать абсолютно разные люди, разного социального статуса, разного возраста, абсолютно все, кому интересна эта тема. Все, кто заинтересуется, может обращаться в Самарский дом молодежи, в группе ВКонтакте Самарского дома молодежи, либо в общественно-молодежный парламент при Уберской думе, вот непосредственно к Марии. Собственно, после того, как у нас пройдет набор, я думаю, что еще время есть для тех, кто заинтересуется этим проектом, и, наверное, во второй половине августа мы уже будем формировать команду волонтеров, которые будут заниматься написанием материалов. После этого мы приглашаем волонтеров в Самарский дом молодежи, где приходят специалисты и рассказывают, как создавать эти материалы, рассказывают специфику Википедии, рассказывают о том, какие обязательно необходимые пункты в этих статьях и так далее. Вот, после этого волонтеры либо ищут темы интересные для них сами, либо им предлагают какие-то темы, пробелы, которых до сих пор нет в Википедии, но очень важно, чтобы они появились. Волонтеры выбирают интересные темы, интересные направления, пишут статьи, после этого их отправляют на редактуру к региональному координатору, собственно, молодежный парламент как раз-таки и является в Самарской области. Их редактируют, проверяют, если вдруг какие-то статьи вызывают сомнения, то их отправляют в Москву, в федеральный штаб, где их просматривают на подлинность, просматривают на объективность материала, и после этого уже происходит публикация на страницах безграничной Википедии. Вот смотрите, к темам, да, хочу немножко вернуться, вот вы говорите какие-то пробелы, как понять, что это пробел, если это пробел, и можно ли брать ту тему, которая уже где-то написана, но на взгляд, допустим, того же волонтера, ему кажется, что она недостаточно раскрыта, то есть каким образом, или чтобы люди про одно и то же не писали, вот как будет это? Я думаю, что здесь есть определенный пул тем, который спускается сверху, да, с Москвы, то есть ребята уже проделали огромную работу и составили такой огромный список статей, там список героев Советского Союза, о которых ничего не написано, и так далее, и других тематик, там все очень четко структурировано, разбито, и в этом легко. То есть не запутаются? Не запутаются. Около 10 тысяч статей, как я прочитала, да? Ну, это по всей России. А, это по всей России, я тут думала, что только на Самарской области, думаю, ничего себе. Нет, мы, конечно, будем только рады. Возможно, большая часть будет и в Самарской области написана, но, в общем, планируется, что... И как раз есть вот этот момент, да, что для популяризации своего края, своих героев каких-то, то есть мы именно будем нацелены на что? На то, чтобы найти героев, которые имеют отношение к нашей области, правильно я понимаю? Конечно, да, да, да. Ну, собственно, информация о них и должна храниться, либо, там, не знаю, у родственников, в архивах и так далее, и так далее. Поэтому проект и такой всероссийский, потому что сложно, наверное, все-таки из Москвы найти какие-то истории людей по такой, не знаю, огромной стране. Если это идет по всей России, соответственно, вы должны тоже каким-то образом контактировать, общаться с другими регионами, да, и может быть какая-то взаимопомощь. Вот говорили, да, о том, что какая-то взаимовыручка и взаимопомощь должна быть, если, допустим, здесь жил человек, а, допустим, родственники там в Нижний Новгород переехали там сколько-то лет назад. То есть вот эти контакты. Конечно, да. Есть, ну, так сказать, главный координатор, да, это, ну, руководитель комиссии по информационной политике Ксения Селезнева в Москве. И есть координатор в каждом регионе. Ну, как я уже сказала, у нас есть чат в Телеграме, и мы можем там написать. Не знаю, Ксюша, помоги, пожалуйста. Ну, собственно, на самом деле, так как это проект молодежный, поэтому коммуникации достаточно простые, они забюрократизированы, поэтому, в принципе, решается все достаточно просто по взаимным интересам, по обычному общению. Угу. Хочется уточнить по поводу вот обучения, да, то есть понятно, что, чтобы написать какую-то статью, особенно, который потом в дальнейшем, да, как планируется, будет кто-то пользоваться для получения информации и так далее, она должна быть каким-то грамотным языком написана, она должна быть структурирована и так далее. Вот к обучению кто будет обучать этих волонтеров, которые придут с желанием поучаствовать в проекте, каким образом, то есть у них уроки будут или какие-то курсы онлайн, там, каким образом они будут? Ну, по большому счету, не планируется проводить какое-то очень большое обучение, потому что все-таки Википедия это ресурс, который наполняется пользователями и излишний научный стиль, наверное, даже не приветствуется. Поэтому, естественно, обучение будут проводить журналисты, которые, в общем-то, владеют языком, будут проводить вот непосредственно Мария, как региональный координатор. Ну и у нас вот буквально сегодня мы узнали, возможно, будет партнер, который занимается редактурой Википедии, возможно, тоже помощь от этого ресурса у нас тоже будет. Да, человек, который профессионально этим занимается, но пока, ну вот, в стадии переговоров. Слушайте, ну насколько сейчас отклик? Можно ли сказать, что уже этот проект пользуется популярностью и пошел отклик от молодежи, от людей? Люди хотят этим заняться? Ну, отклик есть. Да, отклик есть. Вот со своей стороны скажу то, что после начала информационной кампании достаточно быстро к нам стали приходить ответы. Не могу сказать, что сейчас у нас очень большое количество волонтеров, которые зарегистрировались и уже, собственно, готовы к работе. Но, тем не менее, волонтеры есть. Есть живой интерес к этому проекту. Причем, что очень интересно, мы думали о том, что будут писать в основном молодые люди, студенты, которые, ну, является нашей целевой аудиторией. Однако пишут абсолютно разные люди, пишут и профессиональные журналисты, пишут и люди, которые работают в абсолютно разных областях, и возраст совершенно, совершенно разный. Это есть и действительно студенты 18-летние, есть и уже взрослые люди, которым там за 30, за 40 лет. Вот. Мне кажется, что вот этим очень ценен этот проект, что он вот важен именно твое внимание к этой теме и твой живой интерес. Этот проект конечный или он может быть неконечным? То есть нельзя же, да, разрыть эти все исторические вещи до конца, до самой глубины. И явно, да, может такое случиться, что был выбран пул этих тем, эти темы будут обработаны, а потом выяснится, что, ой, а еще про вот это не сделали, про вот это, про вот это. Может ли он дополняться потом? Ну, я думаю, что, конечно, может. И мне кажется, в принципе, наши коллеги в Москве к этому и придут, потому что, ну, не знаю, количество материала, оно бездонное, ямы, так скажем. Ну, в общем и целом, наверное, это проект такой толчок. Когда ты начинаешь копаться в материале, ты понимаешь, что тебе интересно еще вот это, вот это. И в дальнейшем, имея опыт уже подготовки таких статей, ты будешь уже и дальше в этой теме работать. Будут ли эти статьи дополнены какими-то фото, видеоматериалами или это будет исключительно текст? Как планируется? При наличии тут как бы. Да, тема, конечно, очень сложная. Если какие-то вдруг будут найдены, то Википедия, в общем-то, тоже приветствует. Поэтому здесь уже только от того, насколько будет база собрана. Хочу с вами затронуть еще вот эту патриотическую тему в том плане, что, естественно, был юбилей победы, уже вот чуть-чуть еще будет как раз юбилей победы заново. Очень популяризируется у нас тема военная, мы всю молодежь привлекаем, да, и так далее. То есть очень сейчас масштабные такие работы и так далее. На ваш взгляд, взгляд людей, которые работают с молодежью, это честно с их стороны? То есть есть те, которых из-под палки туда ведут? Или это люди, которые действительно душой прониклись этой темой и до глубины души все это начинают понимать и так далее? То есть как это происходит изнутри? Потому что мы-то видим картинку уже, да, вот они волонтеры, вот они рассаживают на параде ветеранов, ветераны счастливы, довольны, плачут, молодежь стоит, да, тоже там слезу пускает и так далее. Как изнутри? Ну вот, позвольте я отвечу. Мы с волонтерами работаем очень тесно. И вы знаете, вот совсем недавно мы просматривали исследование Росмолодежи, это федеральное агентство по делам молодежи в Москве. Там исследование о основных ценностях молодежи, которые, собственно, сейчас наблюдаются. И вот по данным этого исследования, одна из основных ценностей является именно патриотизм. Если я боюсь ошибиться, около 60% молодежи в возрасте 19-24 лет называют именно вот это основной ценностью нашего государства. По поводу волонтеров, волонтеры очень откликаются. И в принципе молодые люди, которые впервые пробуют себя в волонтерстве, откликаются. Потому что это история, потому что это очень ценно. И это, наверное, то немногое, что мы можем дать сегодня ветеранам. То немногое, как мы можем им сказать спасибо. Поэтому очень много молодых людей с большой радостью откликаются на именно вот такие вот патриотические мероприятия, связанные вот с этой датой истории России. К проекту немножко вернусь. Он называется «Виртуальный фронт». А мы сейчас с вами говорим о Википедии. Можно пояснить немножко, да, как это... «Виртуальный фронт» — это рабочее название или это будет внутри Википедии? Как это технически? Ну, как бы у проекта есть и свой логотип, презентация и так далее. Как бы это официальное название. На самом деле это такая игра слов. То есть здесь мы говорим о статьях на ресурсе Википедии, да, о каких-то памятных моментах, истории. И это своего рода какая-то защита, да, ну, защита истории, защита, не знаю, чувства патриотизма, памяти, каких-то там светлых чувств и так далее. Поэтому, ну, в моем виде не такое название проекта. Минута до конца. Есть ли распределение вот из 10 тысяч, которые по всей России, статей, сколько на Самару? Сколько сможем, сколько потянем? Или там есть четкие какие-то цифры? Ну, нет ограничений. Если, не знаю, будет написано 12 тысяч, да, никто не удалит эти две тысячи, понятно. Ну, то есть это условная такая цифра, на которую ориентироваться. Да, ну, то есть это ориентировочные, да, коллеги подсчитали, сколько статей по вот этому пулу тем будет написано. Если их будет написано больше, здорово. И сами статьи по количеству, сколько есть, столько зависит. Да, конечно. Спасибо вам огромное, что пришли. Я вам желаю удачи с вашим проектом. Спасибо. Когда уже что-то, может быть, можно будет почитать, может быть, мы с вами еще встретимся. Потому что герой Самарского края, герой России, конечно, заслуживают того, чтобы о них написали. Желаю удачи, спасибо огромное. Спасибо. Мы не прощаемся, и после небольшой паузы мы продолжим программу. Мы продолжаем. И следующая гостья – это Ольга Николаевна Баранова, директор Дворца ветеранов, нашего Самарского Дворца ветеранов. У вас интересная очень инициатива появилась у Дворца ветеранов, и как раз не только исключительно Дворец ветеранов будет над этим работать. Вы хотите привлечь самарцев. Расскажите, пожалуйста, что это будет? Потому что, когда люди могут участвовать в чем-то, да, это гораздо интереснее, когда люди приходят только посмотреть. Действительно, мы замахнулись на такой большой проект, который посвящен Великой Отечественной войне. И предполагаем, что к 75-летию победы в Великой Отечественной войне мы в нашем Самарском Дворце ветеранов откроем музей, музейную экспозицию, посвященную культуре и искусству города Куйбышева в 1941-1945 годах. Все мы знаем, что действительно город Куйбышев, Самара, это город с большими традициями. И прежде всего город трудовой и боевой славы. Мы много знаем о трудовых подвигах куйбышевцев в годы Великой Отечественной войны. Знаем, как изменился наш город в тот период, превратившись из обычного волжского провинциального небольшого городка в большой индустриальный город с населением, который превышает больше, чем в два раза первоначально 1941 года население. Мы знаем о том, что в это время в Куйбышев были эвакуированы театры, была эвакуирована партийная и творческая элита нашей страны. И в результате получилось, что Куйбышев превратился в город с разными пластами культуры. И очень интересно и особое влияние оказало это на развитие всей культуры нашего города. И вот в рамках нашей музейной экспозиции мы предполагаем погрузить наших посетителей в особую атмосферу, творческую атмосферу Куйбышева, где через разные каналы восприятия, через зрение, обоняние, осязание, слух мы дадим возможность прочувствовать ту атмосферу Куйбышева военного. Мы предполагаем, что это будет звездное небо, что при входе посетитель погрузится в темноту, потому что Куйбышев вечером и с целью светомаскировки, когда выключались все огни, я предполагаю, что именно в то время было очень яркое звездное небо. И в это время слышатся звуки. Звуки модных пластинок из особняков, в которые были эвакуированы посольства и представительства разные иностранные. Звуки из дворов рабочей безымянки, это, вероятно, гитара и гармошка. Особые фронтовые песни из коридоров эвакогоспиталей. Это может быть звуки репетиций Большого театра или последнее репетиционное приготовление к исполнению симфонии Ленинградской Шостаковича. И вот таким образом мы дадим почувствовать нашим посетителям именно вот эту необыкновенную атмосферу. Вы так вкусно рассказываете, просто об этом у меня полное ощущение, что вы уже там были, что музей уже открыт, давно работает. Вы знаете, мы очень долго работали, прежде чем, так сказать, выйти с такой инициативы, очень долго к ней приближались. Общались с разными людьми. Прежде всего с членами, с активом общественной организации городской «Самара Содействия». Это общественная организация ветеранов, пенсионеров, учреждений культуры. Тех людей, которые еще помнят те события, то время. Маргарита Григорьевна Маслова, сейчас ей больше 80 лет, но в то время, в 1941 году, она училась в музыкальной школе. И вот эта маленькая девочка, Марго, шла по улицам, темного Куйбышева, со своей маленькой скрипочкой выступать в госпитале для раненых. У нее есть благодарственные письма того времени. У нее сохранились воспоминания, как это было. И очень удивительно, работая над этой темой, узнать такие интересные факты, что, например, в 1942 году, во время войны, в Кировском районе был открыт дворец пионеров, что функционировали музыкальные школы. Но все мы знаем, что Большой театр был эвакуирован в Куйбышев, и шли спектакли без декораций, без костюмов. Но это живая жизнь. И мы очень надеемся, вернее, понимаем, что без помощи жителей нашего города мы эту музейную экспозицию не соберем. Итак, мы подходим к тому, как вы предлагаете самарцам поучаствовать, что они могут внести, какой вклад в создание этого музея, и куда им обращаться? Рабочее название этой экспозиции «Была война, но музы не молчали». И мы предполагаем, что наша экспозиция будет по тематическим блокам. Музыка. И это Шостакович, это музыкальные школы, это театр. Следующая зона — это кино. Потому что кино как объединяющий вид искусства. И мы предполагаем, что если не найдем киноаппарат, который мог в то время демонстрировать, не обязательно он в рабочем виде, макет этого аппарата. И мы дадим возможность нашим посетителям из окошечка кинобудки посмотреть кино того времени. Это будет фотография как искусство. И в нашем городе жил удивительный человек Николай Федорович Фиников. Это человек-фронтовик, который фотокорреспондент многих газет, который с лейкой и блокнотом прошел до Берлина. И его сын Лев Николаевич Фиников пропагандирует, рассказывает о творчестве своего отца. У него сохранился большой архив. То есть это уникальные фотографии 41-го, 42-го, 45-го годов с разных фронтов. Разные события фронтовой жизни. И мы сотрудничаем с Левом Николаевичем. Он обещал, так сказать, вот в этом направлении. То есть мы предполагаем, вот современной молодежи мы знаем, что есть различные гаджеты, телефон, фотографируй сколько хочешь. А в то время фотография была искусства. Вот это вот аппарат, фотоаппарат. На вес золота, да. Это может быть фрагмент пленки, потому что даже поколению нынешнему рассказать, как это было, вот эта вот пленочка, да. Какие-то фотографии того времени. Если у людей есть, и они могут нам ее предоставить, это будет совершенно замечательно. Это могут быть какие-то билеты, театральные афиши. Это могут быть просто воспоминания того времени. Вы знаете, вот я заговорила, что мы можем, вернее, планируем через разные каналы восприятия, рассказать о культуре и искусстве Куйбышева. Один из них — обоняние. Да, вот я хотела тоже уточнить, что это. Вот работая над концепцией, мы узнали такой интересный факт, что 6 ноября 1942 года в городе Куйбышеве был пущен первый троллейбус. Троллейбус номер один, который ходил от площади революции до вокзала. А в Запонское в то время была эвакуирована фабрика, парфюмерная фабрика «Новая заря». И они работали, выпускали духи «Москва». И вот знаете, именно вот в этом троллейбусе ехали рабочие на эту фабрику. То есть запах красной Москвы, он стоял в этом троллейбусе. И вот планируем, что это будет макет вот того троллейбуса того времени, когда мы сможем приоткрыть, так сказать, шторочки и почувствовать запах красной Москвы. Вы знаете, очень интересное воспоминание, этот запах сейчас уходит, но запах как искусство, которое олицетворяет то время, целый пласт культуры, когда модница, это же было очень модно, и красная Москва – это особая эпоха, особое какое-то событие, которое связано с теми иными. Если вот есть такие воспоминания, если флакончик вдруг сохранился из-под красной, из духи красной Москва, мы будем благодарны вот за любую помощь, за любое участие в создании этой экспозиции. Две минутки, к сожалению, до конца у нас уже остается. Какова будет территория этого музея? И когда планируется открытие? Это же к юбилею, да? К юбилею, да, что в 2020 году, к 9 мая, в День Победы, мы эту экспозицию откроем. Расположится она во Дворце ветеранов, конечно, на втором этаже. Предполагаем, что это будет небольшое помещение, площадью чуть больше 30 квадратных метров. То есть мы все это скомпонуем очень четко, с миллиметровым, так сказать, обмером. А экспонаты, воспоминания, любая помощь и участие мы примем во Дворце ветеранов. Наш адрес Марис Тореза, дом 103А, телефон 201. 16, нет, 261-49-22. В Парке Победы мы располагаемся по этому номеру, да, обращаться, обсудим, поговорим. Тема обозначена. И коротко сейчас, инициатива, понятно, исходит от вас. Трудно это с нуля создавать? Реально, это очень трудно. И было трудно в плане выработки концепции. Мы понимали, что у нас ограниченное пространство. Мы понимали, что есть группа людей, которые уже актив ветеранской организации, которые нам окажут помощь. Это и Госархив, это и Самарская филармония, это наш театр оперы и балеты и так далее. Детская музыкальная школа, в которой замечательный музей ее в годы войны. Но, тем не менее, вот на уровне концепции было сложно. Сейчас, когда мы понимаем, что это будет, я уже вот вижу ясно картинку, как приходит человек в наш музей, как мы будем строить этот рассказ, каким образом мы дадим ощущение того времени нашим посетителям, а главное — уважение и восхищение нашим народом, который, несмотря на грозное лихолетие, занимался творчеством и искусством. Спасибо вам огромное, я вам желаю большой удачи. Самарцев приглашаю поучаствовать в создании этого музея. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Приведите выходные с пользой, с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова